На часах 11 утра самый разгар рабочего дня. Сержант Ерлан Айтмухаметов со своим напарником на боевом посту, точнее на ходу. Полицейский патрулирует вверенную им территорию центрального парка на велосипедах. Быстро, удобно, эффективно. Главное, везде успеваем. Маневренность высокая, ни пробок, ни заторов. 20 велополицейских на 10 байках ведут круглосуточное патрулирование. За год работы велослужбы отмечено снижение нарушений в общественных местах. Полицейские обеспечивают порядок и пресекают противоправные действия в парках, во дворах и скверах. В настоящее время на территории города Шимкента в пяти участках определено на основе анализа. Это значит в парках в основном, в центральном парке, в зоне отдыха Кошкарата, Вадам, Дендропарк, ведется велопатруль. Как показывает статистика, у нас есть тенденция к улучшению профилактики преступлений и административных нарушений в общественных местах. Мы встретили патрульных в двух парках Абая и Центральном. О характеристиках двуколесных коней велополицейские готовы рассказывать часами. Они утверждают, что эти железные кони лучше их собственных велосипедов. Этот велосипед собран специально для полицейских. Он оснащен специальной тормозной системой и семью скоростями. За час велосипед может разогнаться до 50 км в час, что значительно усложнит побег хулиганов. Преимущества патрулям на велосипедах налицо. Мобильность и оперативность. Велополицейские приезжают на вызов гораздо быстрее, чем их пешие коллеги. Велосипеду не страшны пробки и на нем можно гораздо быстрее передвигаться по паркам и небольшим дворам, говорят шимкенцы. Полицейским правильно сделали, что им велосипед дали. Ну, по сравнению с лошадью, это же легче. Управлять легче. В планах руководства местной полицейской службы приобрести дополнительные велосипеды и увеличить штат до 50 патрульных на двухколесном транспорте. Шудин Саидов, Амантай Ольбеков, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании ОТРА.